Шторм, который метеорологи назвали Андреа, дошёл до Центральной Европы. Австрия, Швейцария, Чехия на себе испытали то, что пережили немцы и голландцы днём ранее. Ливни, ураганы ветер, аварии и заторы на дорогах. Анатолий Петров изучил маршрут Андреа. Передвигаться по улицам в бельгийском городе Астенда теперь можно только держать за столбы и стены домов. Мощные порывы ветра буквально валят людей с ног. Пришлось крепко прижимать к себе детей, иначе бы их унесло ветром. Сегодня утром моя жена пошла в магазин за хлебом, но так и не дошла, её просто сбивало с дороги. Шторм Андреа, который пронёсся над Бельгией и соседними европейскими странами, принёс с собой сильные дожди. Теперь местные жители с тревогой следят за ростом уровня воды в реках. В Нидерландах уже вовсю возводят на берегах защитные укрепления из мешков с песком. Несмотря на принимаемые меры, затопило многие жилые районы. Уровень воды практически достигает окон первых этажей. Раньше тут можно было пройти, но теперь просто никуда не доберёшься. В Австрии под проливным дождём пожарные разбирают завалы из поваленных деревьев на дорогах. На западе страны, где также бушевал шторм Андреа, порывы ветра превышали 44 метра в секунду. Непогода серьёзно осложнила отдых туристов и на альпийских курортах страны. В горнолыжном центре Дорнбирна за ураган остановили канатный подъёмник. И туристам, захваченным врасплох наверху, пришлось ждать несколько часов, пока за ними не получилось отправить автобус. Из-за снегопадов во многих районах затруднено движение транспорта. В Австрии, как и во многих других европейских странах, запрещено использовать шипованную резину даже на горных дорогах. Водители наматывают на колёса цепи. Сильный снегопад едва не парализовал движение транспорта и в Польше. На трассах выросли многокилометровые пробки. Такая вереница грузовиков скопилась на границе с Чехией. В этой стране также бушуют снегопады. Из-за сильной метели видимость на дорогах не превышает нескольких метров. Машины застревают в снегу одна за другой. Проехать тут просто невозможно. Поваленные деревья блокировали и движение поездов. Властям остаётся только призывать жителей по возможности не отправляться в дальние поездки и переждать непогоду дома. В скором времени метели и снегопады должны пойти на спад. Анатолий Петров, Вести.